Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Курске. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 15 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено многое, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. В планах модернизации стояла и покупка блистерной машины, которая используется для автоматического формирования ячейковой упаковки из рулонного ПВХ материала. Машина автоматически заполняет ячейки таблетками. После заполнения ячеек оборудование запаивает поверхность блистеров алюминиевой фольгой. Основным средством воздействия на оболочку таблеток является влажность. Находясь в индивидуальной ячейке блистера таблетка максимально защищена. Имеющаяся у нас, иначе говоря, блистерная машина постоянно ремонтировалась, не обеспечивала необходимой производительности и герметизации таблеток. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня большой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять смогут ли они произвести блистерную машину. В качестве основным критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали, производительность 3000 блистеров в час. Блистерная машина должна обеспечивать упаковку в блистер и таблеток и капсул. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки таблеток и капсул в блистеры из алюминия, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести блистерную машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя автоматического оборудования для упаковки таблеток в блистеры, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них десять вариантов различных блистерных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, формах и препаратов для фасовки в блистер, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для упаковки таблеток и желатиновых капсул в блистеры, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист попросил протестировать машину и выслать алюминиевую фольгу в пленку для формирования блистера. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. Выслал ролик, демонстрирующий нашу машину. Машина имеет систему протяжки материалов. При нагреве на ленте ПВХ формируются ячейки, затем через бункер с системой распределения таблетки и капсулы попадают в ячейки. Ячеистая форма чистится специальными щетками. Алюминиевая фольга накрывает ячейки и приваривается нагревом. Далее происходит процесс обрезки, и готовые блистеры на 10 ячеек по транспортерной ленте поступают вместо сбора. Через месяц после заключения договора мы получили автоматическое оборудование для упаковки таблеток и капсул в блистеры. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата. Машина сделана из нержавеющей стали, рабочая она закрыта пластиковыми щитами для предотвращения влияния на процесс внешних факторов. Управление осуществляется посредством шки экрана. Мы остались довольны предложенным вариантов оборудования, хотя изначально я скептически относился к выбору менеджера. Однако практика показала, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.